Добрый день, дорогие учащиеся седьмого класса, слушатели заочных курсов юниор по географии. Вашему вниманию я сегодня представлю ответы итоговой контрольной работы номер один, в частности, которая была вам дана для самостоятельного выполнения. Посмотрим, как наиболее успешно нужно было с ней справиться. Ответы представлю сегодня я, Ганова Ивановна Витальевна, старший преподаватель кафедры экономической, социальной и политической географии Кубанского государственного университета. Контрольная работа была достаточно в упрощенном варианте предложенного. В частности, она состояла из трех блоков заданий. Первый блок был достаточно емким. Необходимо было в часть задания вставить пропущенные географические термины, определения, понятия, наименования, чтобы текст получил правильный смысл. Далее нужно было решить тестовые задания, состоящие из десяти вопросов, и после всего ответить на три вопроса через использование развернутого ответа. Итак, приступим к разбору. Первое задание, как я еще раз говорила, вам предлагался текст. Задача заключалась в том, чтобы заменить пропуски текста. В частности, пропуски были обозначены числами в скобках. Под этими числами скрывались какие-то слова. Это могли быть и существительные, и прилагательные. Это также могли быть и словосочетания, и просто числа. Слова, в свою очередь, это могли быть и географические названия, и географические понятия, и даже имена известных выдающихся географов-путешественников. В ходе чего вам предлагали внести свои ответы в поле для ответов, причем, что было достаточно четко сказано, что ответы необходимо предоставлять в единственном числе, кроме тех случаев, когда в единственном числе это слово не употребляется. Например, Гималайи, Альпы и так далее. И в именительном подтеже, несмотря на то, что, естественно, в тексте эти слова поставлены в определенном падежном склонении. И, в частности, для пропуска номер 4 нужно было записать только фамилию. Ну и, естественно, поскольку в задании встречались географические понятия, названия, имена, то ошибки в таких словах, в таких понятиях являются важным аспектом. И если вы делаете ошибки, то, естественно, вы не имеете представления о правильности написания этого термина. И, соответственно, ответы с ошибками засчитываться как правильные не будут. Итак, приступим. Текст был, как я еще раз говорю, достаточно объемный, поэтому в данном видеоразборе я его представила из нескольких частей. Ну, в частности, давайте приступим. Итак, вот как вы видите эти цифры, как раз которые скрыты. Первое, что рекомендую сделать, естественно, прочитать этот текст так, как он написан, то есть без тех терминов, которых там и, в принципе, сейчас нет. То есть что мы делаем? Мы читаем, что есть что-то твердой оболочкой земли, которая включает в себя всю и верхнюю твердую часть еще чего-то. В 1912 году немецкий ученый сформулировал теорию, которая во второй половине XX века получила название «движение чего-то». Согласно этой теории, вся кто-то или что-то разбита на что-то. Они лежат на особом слое, вещество, которое находится в частично расплавленном состоянии, благодаря чему передвигаются со скоростью несколько сантиметров в год. Ну, достаточно простой текст, уже хотя бы потому, что сразу же в первом предложении вам дается определение, что это твердая оболочка земли. Естественно, мы знаем, что у земли твердой оболочкой земли является литосфера. Соответственно, по цифре 1 скрывается термин литосфера. И если вы его правильно здесь записали, то за это вы получаете 2 балла. Соответственно, далее читаем. Литосфера, которая включает в себя что-то и что-то. Мы знаем состав литосферы. И мы помним, что литосфера – это земная кора, мантия и ядро. Но поскольку здесь включает в себя всю земную кору, это под цифрой 2, и под цифрой 3 и твердую часть мантии. В 1912 году немецкий ученый, фамилия, соответственно, мы понимаем, должна быть, который сформулировал теорию. Но мы знаем теорию Вегенера, которая как раз была сформулирована во второй половине 20 века. И она получила свое название как движение литосферных плит. Соответственно, под цифрой 6 – это литосферные плиты. Ну или литосферная плита. Согласно этой теории, вся цифра 1, опять же, то есть здесь просто нужно было повторить это слово, то есть вся литосфера разбита на… И здесь, опять же, литосферные плиты, которые лежат на особом слое. Мы знаем, что литосферы у нас находятся на астеносфере, благодаря чему как раз литосферные плиты могут дрейфовать или передвигаться с определенной скоростью по этому слою. Соответственно, за наиболее сложными здесь вопросами и терминами это, конечно же, была фамилия, и, конечно же, правильно ее употребить еще нужно было. И астеносфера – тоже достаточно сложное понятие, определение, поэтому за них максимально давалось 3 балла, то есть за правильность, а за все остальные понятия и определения всего лишь 2. Продолжаем читать текст. Это сейчас будет продолжение. Соответственно, это передвижение вызывает, что у нас под цифрой 5 было, смотрим. Под цифрой 5 у нас был дрейф материков за миллионы лет, меняет облик планеты. В конце какой-то эры, то есть мы знаем, какие у нас эры, палеозой, мезозой и так далее, образовался единый материк. Ну и в частности нам нужно вспомнить, что же это за материк, единый материк. Единый материк у нас был один, и это была пангея, которая образовалась в конце палеозойской эры. И далее мы тоже помним, опять же, что было с пангеей, что он распался на два материка, распался он на Лавразию и Гондвану, и произошло это в середине мезозоя, или мезозойской эры. Соответственно, осколками на современном этапе являются южные материки земли, а также Аравийский полуостров и полуостров Индостан, потому что это единственный, опять же, полуостров, один из полуостровов, который остался после распада на материки, и этот полуостров характерен у нас для Гондваны. Опять же, это не конец текста, продолжаем. И в тексте говорится, что движение продолжается, литосферных плит на дне океанов и в местах их расхождения формируются. Ну, срединноокеанические хребты, это было достаточно просто, общая протяженность которых составляет более 60 тысяч километров. В местах поднятия чего-то, опять же, мы уже знаем это слово, 14-е срединноокеанических хребтов над поверхностью Мирового океана, образуются у нас, конечно же, острова. И самым крупным примером из таких островов является, конечно же, Исландия. Когда литосферные плиты сталкиваются, то сминаются в складки, образуя длинные складчатые пояса, которые представлены в рельефе у нас, преимущественно, конечно же, горами. В результате многолетнего столкновения литосферных плит на дне океанов образуются глубоководные желоба над поверхностью Мирового океана. Мы уже выяснили острова, ну или остров, максимальной глубины желоба достигают, ну это известный факт, максимальной глубины у нас имеет Марианская впадина, он же Марианский желоб, который располагается в Тихом океане. Вот такой текст был представлен в первом задании, на мой взгляд, достаточно несложный, ну были некоторые термины, которые вызывали затруднения, так как бы все определения понятия как раз непосредственно соотносятся с изучением темы литосферы. Отдельно мы и в методичке для этой темы был предусмотрен достаточно большой объем материала на самостоятельное изучение. Также мы проводили с вами видео лекцию, где я рассказывала об основных рельефах, типах, видах рельефа. В частности, мы говорили и о планетарных формах, и более мелких. На прошлом занятии также говорили о геологических эпохах, эрах, то есть что касается поля Зоя, Мезозоя. То есть в целом здесь нет ничего такого сверхъестественного, чтобы было не предусмотрено, во-первых, школьной программой, во-вторых, программой нашей дополнительной, в частности, ориентированной на подготовку к олимпиадным состязаниям. Поэтому с этим заданием я больше мне, пожалуй, здесь дополнить нечего. И единственное, что да, хочу обратить ваше внимание, что было достаточно много, можно было заработать баллов за него, то есть более чем, по-моему, 55, я не помню уже точно. То есть это достаточный объем, просто вот вставить слова. Следующий блок заданий это были непосредственно тестовые задания. Тестовые задания, опять же, в основном были ориентированы на изученные в ходе первого блока программы тем вопросов. И в частности, давайте же с ними разберемся и познакомимся. Ну и прежде всего, в частности, спрашивали, сколько оболочек образуют все объекты природы. Ну, конечно же, это четыре. Атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера. Четыре оболочки Земли. Что касается второго вопроса. На греческом языке слово «гидрос» означает, конечно же, «вода». Здесь, ну, это просто надо знать и все. Большую часть гидросферы составляют, ну, а вот здесь, конечно же, в процентном соотношении нужно, опять же, сдать состав гидросферы и значительную долю на воды мирового, приходится именно на воды мирового океана. Видишь, там буквально по 2% на воды рек, воды озер. Ну, конечно же, еще и льды занимают значительную долю в структуре. Вот, ледники, льды, причем, что и покровное оледенение Антарктиды, и горные ледники, это все тоже учитывается. Также еще подземные воды входят в состав. Четвертый вопрос. Это, опять же, про твердую оболочку нашей планеты. Мы уже с вами, исходя из первого задания, выяснили, что это у нас летосфера. В географическую оболочку входит. И здесь очень интересный, да, был вопрос, поскольку географическую оболочку особо я так не затрагивала, но, тем не менее, знать, что в ее состав входит вся летосфера. Ну, и шестое задание было достаточно такое интересное, разнообразное, и такие типы заданий встречаются достаточно часто. Это когда вам необходимо соотнести, например, какое-то название и его высоту, например, либо реки по океанам, горы и вершины гор, и горные системы, в которых они расположены. Ну, в данном случае задание было соотнести природные объекты и оболочки, частью которых они являются. Ну, соответственно, были даны четыре оболочки, которые мы изучали. Это летосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. В качестве объекта выступали китовая, акула, овраг, водопад и ураган. Ну, и начнем по порядку. Предлагаю начать с оболочек. Первая оболочка была летосфера, ну, и к летосфере у нас, конечно же, относится овраг, как форма рельефа одна из. Это вот это соотношение. Атмосфера. Поскольку атмосфера — это у нас восточная оболочка земли, то к атмосфере нам нужно найти какое-то соответствующее явление. И в данном случае в качестве объекта выступает ураган. Это природное явление, да, такое стихийное, которое как раз образуется в атмосфере. Гидросфера — это вода. И тут есть соответствующий объект с такой же представкой водопад. Поэтому гидросфера — это водопад. Ну, и биосфера — это оболочка земли, да, земли, где у нас встречается, обитает китовая акула. Вот. Вот таким правильным соотношением должно в итоге было это выглядеть. И, как я сказала, третий блок тоже был достаточно интересный. Прежде как-то я к нему не прибегала, но тем не менее я решила вам предложить несколько вопросов, буквально всего лишь три, где бы я смогла посмотреть, как вы их рассуждаете. И здесь, прежде чем разбирать сами вопросы, хочу остановиться подробно на том, что и максимально вас призвать давать как можно развернуть и ответы на такие вопросы, более, при этом более лаконично, используя соответствующие понятия, определения и демонстрируя понимание тех процессов или явлений, о которых идёт, в частности, речь. Посмотрим первый вопрос. Первый вопрос был достаточно такой сложный. Вам предлагалось рассказать и поразмышлять на тем, как влияет мировой океан на климат земли. На самом деле размышлять тут много не нужно было. Тут надо было знать, во-первых, о влиянии океана на климаты. Ну и далее можно было как бы развернуть это знание в такое вот достаточно подробное рассуждение. Ну и давайте прочитаем, то есть тот кодификатор ответа, который я вам предлагала. Ну и посмотрим, как необходимо строить ответы на подобные вопросы. Ну естественно, что первая фраза это такая утвердительная, то есть действительно мировой океан играет огромную роль в формировании климата в земле. И далее идёт небольшое такое прозричное отступление. Его, в принципе, можно, конечно, избежать. За него баллы не дадут. Не случайно его сравнивают с громадным казаном воды, которая нагревается солнечным лучом. Благодаря этому с каждого километра океанической поверхности испаряется до 100 тысяч тонн в час. А вот это уже достаточно важный аргумент, который нам говорит о том, как именно океан воздействует на климаты. То есть через, например, в данном случае испарение, испаряемость. Естественно, и далее идёт уже демонстрация понимания этого географического процесса. То есть в частности говорится о том, что в тропиках эта величина возрастает до двух-трёх раз. Над океаном накапливается, соответственно, огромное количество водяного пара, откуда начинаются ветры, которые дают первые толчки атмосферной циркуляции. Отсюда водяной пар врасль разносится по всему земному шару. Отсюда имеется в виду над поверхностью океана. Соответственно, океан участвует таким образом во всех процессах, которые происходят в атмосфере. При этом он не только обеогревает сушу, но и обеспечивает атмосферу влагой. 85 атмосферных осадков как раз образуются за счёт испарений, которые происходят как раз с поверхности мирового океана. Ну и доказано, что постоянное движение воздушных масс, обращение влаги в океане, в атмосфере, на поверхности континентов, это всё тесно взаимосвязано и является системой, которая находится в постоянном подвижном равновесии. То есть вот такой достаточно развернутый ответ, который опять же демонстрирует и географическое понимание процесса, и знание атмосферной циркуляции. И как раз через атмосферную циркуляцию здесь было доказано влияние мирового океана. И не только доказано влияние, но ещё и продемонстрировано, то есть как оно влияет, какие последствия вызывает. До трёх баллов, то есть достаточно большой ответ, большое количество баллов можно было получить, если вот не просто сказать, что да, влияет, а ещё немного порассуждать. Следующие два вопроса были достаточно краткие. То есть в первом вас спрашивали, какое свойство воды позволяет мировому океану влиять на зимние температуры воздуха. И всего лишь один балл давался за правильный ответ, потому что правильный ответ, он достаточно лаконичный. И это такое свойство, как теплоёмкость. Именно она позволяет, точнее наоборот, позволяет мировому океану оказывать отепляющее воздействие на зимние температуры воздуха. Ну и второй вопрос был связан с, необходимо было объяснить, почему большинство пустынь на Земле находятся как раз в центральной части материков. Ну и здесь тоже, опять же, всё достаточно просто. Чем дальше от океана, тем меньше выпадает количество осадков, тем более континентальным и жарким становится климат, и, соответственно, меньше выпадает количество осадков. Можно было оформить, вот тут, как на слайде представлено, чем дальше от океана, тем жарче. Вот, достаточно простая была контрольная работа. Вы сможете через свои личные кабинеты посмотреть результаты, которые я оценивала, ваши работы, как они были оценены, в случае чего, можно, если у вас останутся ещё вопросы после просмотра данного видеоразбора, можно будет мне с удовольствием задать через личные сообщения, я постараюсь на ваши вопросы ответить. На этом благодарю всех за внимание, любите географию, всем спасибо. Спасибо.